Замдиректора Музея медицины имени Павла Страдани, Юрия Салокс, у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Доброе, доброе. Это по-настоящему летнее утро. Да, наконец-то лет. А что вот я хотел вас спросить, что меня удивило. Вот у нас же в этом году празднуется 150-летие Райница и Аспазии, как бы, дата. И вот нам приходил человек, научный сотрудник как раз из музея Райница. И оказывается, все музеи Райница закрыты в этом году. Они в этом году получили деньги и, как бы, делают ремонт. Ну, юбилей Музея Райница и Аспазии, ни один Музей Райница и Аспазии не работает. Но зато Музей медицины, такие самые... Есть отмечены... Райница есть в Музее медицины. Вот это меня факт очень удивил. Да, ну, не скажем, что у нас есть постоянная экспозиция, но... Ну, по крайней мере, в этом году. В этом году это было, это в ночь музеев. Фактически, что мы показывали? Посмертную маску Райница. И так как Музей медицина, это было достаточно интересно. И таким образом мы отметили, Райниц был тот, который говорил, я буду жить 300 лет. И поэтому мы взяли его девиз. Кстати, здесь тоже очень интересное такое его увлечение, теория Ильи Мечникова. Это Нобелевский лауреат в медицине. Медаль, которого мы имеем. Так что все в мире взаимосвязано, ничего случайного. И поэтому ночь музеев мы отмечали действительно, как ночь Райница и Аспазии. А что, Райни что-то не делал для того, чтобы были 300 лет? Какие-то процедуры, медикаменты? Да, да, нет, он увлекся этой теорией, скажем, болгарского йогурта. То, что мы сейчас называем йогуртом с этими биодобавками и так далее. Он действительно читал этюды Ильи Мечниковой. Он считал, что действительно жизнь можно продолжить. Имеется достаточно обширная переписка Райни с врачами, особенно в детской клинической больнице, которые работали. И он действительно следил за своим здоровьем. Был высокий мужчина и собирался долго прожить, но, увы, пока ему не удалось. И у меня Аспазия пережила, но много. Ну да. Да, я напомню, телефонный прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. Вот, как мы выяснили, мой коллега в вашем музее ни разу не был. Скажите, а вот как бы это самому? Можете вот чем привлечь? Зачем же вы меня так позовите? Что-нибудь вот рассказать, чтобы он сразу побежал в этот музей, тут же, благо, от нас тут близко. Вообще я удивляюсь. Такого не может быть. Мы сейчас готовимся встречать нашего пятимиллионного посетителя. Может быть, я и он будет, кстати. Это будет хороший полот посетить. Чемиллионный с какого времени? Но это начиная с открытия музея, то есть 1961 года. А вот он же, я слышал, до этого он был закрыт. Уже он крылся, но не для всех. Нет, здесь история достаточно сложная. Во-первых, это была частная коллекция профессора Страдани. Она располагалась везде. Дома, на чердаках, в подвалы и больницы. Перевозилась в Академию наук нашу. И только после того, когда он подарил эту коллекцию, так сказать, Латвии в 1958 году, было присвоено вот здание, которое у вас пососедствовано, Антониас-1. Это здание было приспособлено для музея. До этого там был и комитет комсомола, центральный комитет, и Россельхосмаш, и посольство Бельгии и Литвы в свое время, институт типа благородных девиц. Да, даже. Да, так что здание с хорошей историей. Почему вам приходить? Ну, потому что, во-первых, таких музеев в мире мало. Мы себя ставим в один ряд с музеем, с сайенс-музеем, коллекцией по истории медицины в Лондоне. И с коллекцией, которая, кстати, нет в постоянной экспозиции в Вашингтоне, в Смиссоне. Так что, если вы не хотите лететь в Вашингтон или в Лондон, да, то для начала заходите к нам, и вы увидите почти то же самое. А вы сотрудничаете с этими музеями? Да, обязательно. Сейчас мы сотрудничаем и на север, и на юг, и на запад, и на восток. Конечно, конечно, идет сотрудничество. И это постоянный обмен экспонатами. Это научные связи, это публикации. Конечно, это происходит. Вот сейчас мы с коллегами обменились воспоминаниями, с другими коллегами, которые в этом музее неоднократно бывали, и все вот как бы один голос рассказывали о главном кошмаре их детства, это в средневековом зале. Вот он в таком виде сформировался когда? В каком году? Да, он действительно был сформирован, фактически он, этот зал, даже в большем размере, с более высокими зданиями, которые сейчас можно наблюдать, находился уже на территории нынешней больницы Страдыни. В таком, как это, чердачном, на чердачном этаже. И в прошлом году мы с профессором Янусом Страдынем обходили эту больницу. Он вспоминал, как он еще, будучи школьником, помогал своему отцу и фактически в таком же виде был перевезен в наш музей, так что адаптирован. Сейчас, может быть, морально она и выглядит устаревшей, но по аттрактивности, по аттрактивности она действительно одно из самых популярных мест в нашем музее. И поэтому мы очень-очень осторожно к реконструкции относимся. Конечно, куклы можно было бы заменить на современные, более такие еще внушительные. Но, с одной стороны, это память о Страдыне, потому что он сам ее создавал. Ну и, как вы говорите, для многих это такое святое место. Да, это просто-то не было таких особых ужастей, а тут ногу отпиливают в сумасшедшем клетке. Мы уже собрались, идти к нам. На перебой вспоминали все вот эти аттракционы. А вот внизу, нет, я помню еще, там же даже внизу были вот эти еще диорамы. Да, диорама сохраняется. И, кстати, сейчас такое отпускное время, значит, немножко меняются наши клиенты, кто будет посещать музей. Сейчас, наверное, все латышские школьники и семьи уедут за город, на море. И сейчас волна больше таких зарубежных туристов, это обычно летом происходит. И летом мы производим реконструкции или реставрации. И как раз вот в подвальной части, это где медицина, этномедицина, мы реставрируем одну из первых диорам, который создавал Страдыне. Это трепанация, то есть крытие черепа. Ну, видите, вы вспоминаете. Приходите где-то через месяц, и вы увидите ее в новом качестве. Мы все оставляем, но просто она будет добросовестная. Диорама, поясните, это что такое? Диорама – это, ну, так сказать, сценография такая с куклами, которые в несколько уменьшенном размере, чем человек. Например, там шаман вскрывает больному череп. О, как. Да, чтобы вы после болезни, в те времена эти считали, что это злой дух вселился в тебя, поэтому ты болеешь. Так что я пытаюсь его заманить. Да, я тоже думаю. И ваших радиостановителей. Мне страшно. Страшно, да. А экспонаты обновляются вообще часто? Вот что-то меняется? Да, у нас пополнение идет, и в среднем это где-то около двух тысяч экспонатов в Новый год, хотя сейчас мы имеем 150 тысяч, больше 150 тысяч экспонатов. Но с возрастом мы тоже становимся очень критичными, мини-берем все подряд. Конечно, уже смотрим коллекции, если эти термометры, мы смотрим, чего у нас не хватает. Может быть, ищем на eBay, может быть, ищем на барахоловках, на облашинных рынках и так далее. Бывают экспонаты, которые очень много нам приносят наши посетители. Ну, в основном, это, конечно, книги или упаковки медикаментов и так далее. Иногда приходится отказывать. Они, конечно, не понимают, но вы понимаете, если, например, вот этот наш экспонат, этот стакан, скажем, медицинский, то мы уже отвечаем за его хранение на все времена. Это значит, ему надо место, ему нужна охрана, ему нужны соответствующие климатические условия, его надо описать и так далее. Поэтому мы немножко так критично и относимся к новым экспонатам. А вот говорят, что приносится там какие-то медикаменты, медицинское, может, оборудование. В основном это какого времени? Советского или еще довоенного? Нет, но все зависит от того, что ты хочешь коллекционировать. Вначале мы брали все подряд, это понятно, надо было создать эти фонды. Сейчас у нас есть направление. То, что вы упомянули о советском времени, пожалуй, это наша ниша. И если музей будет славиться, а он будет обязательно славиться и в будущем, то, конечно, здесь будет единственное место в мире, где имеется самый полный материал по истории советской и русской медицины. Потому что в России пока нет такого музея, его никогда не было, но один короткий период был, и все эти экспонаты сконцентрированы у нас, и фактически это одно из направлений, которое мы развиваем. Российские коллеги приезжают, работают, обрабатывают, используют, депонируют эти материалы. Но у нас, как задумал музей профессор Страдов, он его задумал как учебник по истории медицины для будущих студентов-медиков. Значит, там все, начиная от того, как лечили в древние времена, и заканчивая тем, как, например, человек полетел в космос, тот же Гагарин или собака Чернушка, которая у нас имеется, это третий космонавт. А двуголовая собака? Двуголовая собака тоже есть, где мы говорим о эксперименте Демихова. То есть собака, ну, трудно объяснить. Она выставлена сейчас? Да, она выставлена, и пока еще показываем. Я не знаю, возможно, в будущем это будет немножко такая этическая проблема, но говорить о прошлом науке, как она развивалась, этот экспонат расскажет гораздо больше, чем написано во многих книгах. Ну, с большей помощью придут какие-нибудь защитники животных и скажут, что это издевательство, убрать... Да, нет, у нас такое было. Это, скорее, не защитники животных, а, может быть, немножко такие настороженные наши клиенты, которые говорят, вы должны предупреждать, потому что экспонат, он действительно впечатляет, и, может быть, у кого-то нервная система не такая. Да, вот не будем рассказывать, пройдите сами, посмотрите. Ну, вообще, вот, если брать того же Академика Павловна, например, он же, вот, с точки зрения защитника животных, он же был не гуманист, он там собак не жалел вот этих своих особ. Ну, да, так это выглядит. Я думаю, что он действительно любил, но эта идея наука о неодержимой, конечно, может быть, здесь и не критична. А вообще всевозможные опыты, они же проводятся на животных преимущественно. Ну, сейчас меняется, это, конечно, тенденция, но на чем ты будешь еще прорвать? Конечно, последние стадии клинических испытаний, это, конечно, на животных. А к тому, что будет спущена какая-нибудь европейская вот регула, о том, что нельзя показывать такие ужасы в музеях там, или нужно что, и будете ли вы подчиняться? Ну, там, наверное, очевидно, не нужны будут музеи, тогда все можно на макетах. Например, я на прошлой неделе читал лекции в Кельне, что меня удивило, что, например, у них очень много гостей именно на кафедре анатомии из Турции, из таких мусульманских стран. Я говорю, в чем это объясняется? Оказывается, в Германии очень хорошо урегулирован закон, ну, о трупах. Да, и человек действительно может себе написать такое прошение, чтобы мой труп использовали для обучения студентов-медиков, и в Германии это все работает. Если же мы посмотрим у нас, то я вспоминаю, когда я учился в Рижском медицинском институте, но у каждой группы был, так сказать, свой труп, который мы препарировали. Сейчас же я вижу один-два на целый поток. То есть желающих меньше? Мне кажется, очень мало, да, и не желающих меньше, а я думаю, здесь проблема с юридическим урегулированием, потому что это все не так просто, ты не можешь прийти и сказать, заплатите мне там 100 евро, и я вам отдаю себя, да, так сказать, для будущих исследований. Увы, конечно, это все не так просто. Ну, сейчас же можно написать заявление? Не знаю, надо вам спросить. Нет, нет, я знаю, что было такое, что сколько-то даже назывались какие-то цифры, сколько людей там пишут, жертвуют, потом... Ну, я знаю, что многие ученые заранее уже пожертвовали. Ну, очевидно, очевидно, у нас у многих такие добрые мысли есть. Во всяком случае, многое, что поменялось. Вот, например, в пятницу в 12 часов я знаю, что Рижский университет Страдене проводит такое богослужение в церкви Мартынша, где будут захоронять как раз вот останки тех людей, которые себя предали науке после смерти, которые были препарированы. Будет специальное богослужение, а там ректор будет участвовать и захоронение на кладбище Мартынша в пятницу в 12 часов. Ну, а вообще вот богослужение и медицина. Я, наверное, узнал с удивлением, что, по-моему, юбилей медицинской факультеты тоже как бы отметили богослужение. Вроде же такие несопоставимые вещи, медицина и религия. Ну, да, мне кажется, религия, на самом деле, религия всегда была немножко тормозом медицины, потому что религия боялась крови, если мы посмотрим там в Средневековье или позже в Ренессанс. Ну, я думаю, что это дань просто традициям, новым традициям, может быть, или восстановленным. А вот вы сказали про советские экспонаты, про довоенные экспонаты. Вообще, насколько быстро, скажем так, вот советские какие-то, я даже не знаю, приборы, там, ну, всевозможное, что можно выставлять в музее, стало действительно годным для выставления, потому что, ну, Советский Союз закончился, вот через какое время это уже стало появляться в музеях. Стало историю. И появляется сейчас, вот тоже продолжает возможность. Во-первых, если мы смотрим, так сказать, советский период развития музея, то там была даже установка, что минимум половина должна быть посвящена развитию советской медицины, всем достижениям. И достижения действительно были. С чистой душой я могу сказать, что ничего из этого периода не было, так сказать, выброшено или уничтожено, все сохраняется. И этот материал мы в основном используем для выставок. И практически в каждой выставке находится, ну, место там или для инструмента хирурга, или какой-то, например, очень часто у нас депонируют, например, киностудии приезжают, и российские, и, скажем, и голливудские студии, которые, например, ищут форму генерал, там или лейтенанты медицинской службы, у нас такая имеется. Очень много предметов интерьера, например, берут, поэтому нельзя сказать, что в постоянной экспозиции очень много, но есть достаточно. Например, аппарат, первый аппарат по переливанию крови брюхоненка 30-х годов, уникальный экспонат, такого в мире нет. Конечно, это в нашей экспозиции, двуголовая собака, поэтому же космоса очень много. Но все мы используем в выставках, которые постоянно проводятся в нашем музее. Да, прервемся на новости и рекламу. Напомню, в гостях у нас замдиректора музея медицины имени Страденя Юрий Салакс. Не переключайтесь, скоро продолжим. Мы продолжаем. В гостях у нас сегодня утром замдиректора музея медицины имени Павла Страденя Юрий Салакс. Еще раз здравствуйте. Я сразу напомню, телефонный прямого эфира, звоните 672-12-93-9, 672-13-93-9, и также работает видеочат на портале mixnews.lv. Да, и мы говорим, собственно, об экспозиции Музея медицины, об его истории, об его экспозиции, и постоянно вот касаемся каких-то ужасов. Кстати, вот помимо вот уголовок впечатления, которое оставило на меня и на всех моих коллег средневековый зал, еще вот был у вас такой зал, посвященный Второй мировой войне, где вот были показаны достижения челюстной лицевой хирургии, что тоже, кстати, уставляло такое впечатление. Да, вы действительно фан нашего музея, потому что редко кто это помнит, но лично мне тоже нравится эта часть. Фактически это военная выставка, выставка, которую мы создавали в таком военно-полевом госпитале, и она очень впечатлительная, потому что создали сами пациента, это разрисовано было карандашом и красками, и две фотографии, так сказать, травма, травма, которая, ну, впечатляет, там пол лица разорвана, кровоточит или даже отсутствует, и потом производилась пластика, и фотография уже после лечения. Да, такая выставка сохранилась, и, кстати, я ее презентовал недавно в Москве у наших коллег в Московском государственном медико-стоматологическом университете. Сейчас она как в запасниках, да? Она в запасниках находится, но вот, например, в августе же сейчас будет проходить новая, новая медицинская волна, и у меня есть секция, новая волна в истории медицины, и мы поднимаем эту часть экспозиции, а вообще мы будем говорить о врачах, о миссии врачей, жить, так сказать, в безъядерном, в безъядерном мире. Это было когда-то движение, движение Евгения Чазова, врачей мира за предотвращение войны, я с ним встречался. Это врачи-хиппи такие? Ну нет, это не врачи-хиппи, они такие, наоборот, это такие, ну, мне кажется, космополитики, скорее всего, которые думали уже в те времена, это же было в 80-е годы, а позже, когда Матиас Руст приземлился как раз на Красной площади, а это совпадает с тем временем. Это движение было популярно, не скрою, что когда я был студент, я в нем участвовал, и это движение даже награждено Нобелевской премией мира. Так что это будет наша основная тема на новой волне по истории медицины в августе. А вот, тем не менее, вот не удалось, как я понимаю, врачам предотвратить войны, конфликты, сейчас тоже как бы продолжается все? Ну да, ну вы, наверное, очень много требуете от врачей, был бы мир поспокойнее, я только не понимаю, почему мы не хотим жить. Все хорошо, да, как бы сами себя усложняем, но в то же время врачи всегда были те, которые, ну, как колокол, как какой-то звон, как какой-то голос, к которому прислушивались, и даже политики. Ну, то есть врачи не только лечат, но и как-то еще, может быть, способствуют тому, чтобы это влечение становилось меньше и меньше. Ну, конечно, но иначе ты не можешь быть врачом. Ты же не просто фельдшер, который должен технически выполнять какие-то процедуры. Ты должен видеть вперед, ты должен... Сейчас вообще какая концепция медицина? Это на предотвращение болезни. Не лечить уже, когда ты заболел, а делать все, чтобы не болели. Ну вот, кстати, в этой связи такой вопрос. Тем не менее, вот как вы сказали, движение на то, чтобы болезни было меньше, тем не менее появляются какие-то новые кошмарные вирусы, которыми пугают из всех средств массовой информации. Вот Эболу. Не мы, может быть, пережили, но мир как-то пережил. А теперь новые, называется, коронавирус, Мерс. А вот до этого были все, смотрите, птичий гриб, короче, коровье беженство, бешенство, что-то еще. И потом все пропадает, как будто и не было. Даже протоцепи тоже. Кстати, в музее реагируют как-то вот на такие вещи. Да, но мы стараемся создавать такие оперативные выставки. Но вы видите, для истории медицины это ничего нового. Фактически болезни и эпидемии повторяются. Например, исчезает одна эпидемия, появляются другие. Было время, например, когда я учился в медицинском институте, нам не было возможности посмотреть на пациентов с лоисом, то есть с сифилисом. Да, не было таких. Практически это заболевание считалось неактуальным в те времена. Сейчас, например, этой болезни опять много. Это все постоянно циклически так развивается. Конечно, наука тоже развивается, открывается. Многое, чего мы не знали, информация сейчас спешит, даже обгоняет нас. Так что здесь очень много факторов. Я думаю, что, конечно, природа сама красиво все балансирует. Но все-таки, я понял, ОСПО вернулось. Люди просто не вакцинируются и возвращаются ОСПО. Это же как-то... Я думал, ОСПО совсем уже нет, с ней покончено всегда, нет, так появилось. Да, так сообщила Всемирная организация здравоохранения еще в 80-м году, прошлого столетия, что с ОСПО во всем мире покончено. И только, мне кажется, три или четыре лаборатории имеют эти еще штаммы. Кстати, у нас тоже есть некоторые экспонаты, очень интересные по ОСПО прививанию. Но вы видите, все приходит. И здесь, конечно, мы сами тоже очень виноваты, с какой легкой рукой мы относимся к антибиотикам, как легко мы их употребляем, надо или не надо. И, конечно, микробы, они тоже привыкают к этому. Так что мы, в какой-то степени, развивая все это медикаментозное направление, мы немножко приручиваем, так сказать, микробов не в пользу себе. Ну, то есть, правильно я понимаю, бол, опять же, МРС, которыми пугают нас, это ничего нового, на самом деле, нет. Ну, если посмотреть по статистике, конечно, мне кажется, что здесь больше виноваты медиа. Будет то же самое, что было с птичьим гриппом, с другими. Пройдет, пройдет акция, появятся какие-то новые медикаменты, очевидно, кто-то на этом хорошо еще заработает, и опять мы забудем. А вот этот вот вирус иммунодефицита человека спит, который много-много говорили, сейчас опять, а он вообще, его лечат сейчас уже? Да, да, сейчас, ну, как сказать, в зависимости от стадии, но, конечно, тот прогресс, который мы наблюдали, ну, 20 лет назад, да, когда я первый раз услышал, когда нам читали еще лекции, поэтому, по сравнению с тем, что сейчас, особенно в начальных стадиях, ну, скажем, назовем это грубо, инкомпсулирует, то есть, останавливают его дальнейший рост и влияние на переход в форму, форму спида, да, от Витча в спид. Вот что, это мистерезная тема, начали сегодня утром, вернемся в музей. Напугаем его. Кстати, вот в перерыве, вот мы тут вспоминали выставку анатомическую, жуткой рекламой, которая была украшена все троллейбусы, троллейбусы, троллейбусы. Несколько лет назад. Это вот она, это как бы вашего музея не имелось никого отношения, но к этому, как сказать, нет, она имела отношение в том плане, что реклама была очень агрессивная, в обществе началось такое немножко качание, нужна ли такая выставка, вы сами помните эти большие плакаты. На самом деле выставка была неплохая, она была с научной точки зрения, с этической, очень хорошо организована, но пугало то, что в каком месте, это в Спице, где сейчас народ собирается больше, чем в театрах, да, и, конечно, это агрессивная реклама. Мы даже устроили, я помню, дискуссию, там за эту выставку или против, была прямая трансляция, так что, нет, мы думаем о подобной выставке, и мы хотели в этом году пригласить Гюнтера фон Хагена, который фактически начал с пластинации, это называется метод пластинации, эта выставка, очевидно, будет в Риге. К сожалению, технически мы не можем разместить, там надо более двух с половиной тысяч квадратных метров на все эти экспонаты, чтобы их построить, так сказать, научный ряд, чтобы это просто не были просто ужас, а какой-то научный рассказ, и поэтому, очевидно, они будут в другом месте. Ну, будут. Да, насколько я слышал, в декабре должна такая выставка открыться, и у них, ну, это коммерческий продукт, я знаю, что это минимум семь выставок, которые путешествуют по миру, такая же выставка проходит в Нью-Йорке, на Таймс-Сквере, такая же выставка была в начале этого года в Каоносе, так что, ну, это чисто коммерческое. То есть нам опять ждать этой жуткой рекламы трупов? Нет, это другая фирма, и я думаю, что это все будет гораздо порядочнее, но на самом деле, где мне всех больше понравилось, это в Петербурге, в военно-медицинской академии. Они тоже работают методами, у них немножко другой метод пластинации, но то, что я увидел в военно-медицинской академии в Петербурге, в их анатомическом музее, то, что они используют для студентов, это меня действительно впечатлило. К сожалению, Россия не Евросоюз, эти таможенные правила, ну, и представляете, как я буду перевозить, так сказать, пластинации трупов, конечно, конечно. А как это в двух словах вот эту выставку вообще делают, вот эти вот тела, которые стоят? Да, ну, это специальный процесс, специальное выедание, так сказать, там, жиров и препарирование, это достаточно длительный, достаточно дорогой процесс, и тогда появляются вот такие экспонаты, это действительно трупы человека, людей. Да, кстати, вот говоря о ваших запасниках, что у вас там такого вот есть, что вы никак не можете выставить, но может в ближайшее время появится в качестве выставок? Ну, очень много интересных, например, но на каждой, на каждой фондовой комиссии есть какая-то изюминка, сейчас, например, нам родственники доктора Рейнхолда передали на такой большой саквояж, который он использовал как врач-офтальмолог во время Второй мировой войны, он был где-то в севере Африки, в Марокко, там, чего ты там только не найдешь, специальные инструменты, специальные генераторы, электричество, включая ампулы, ампулы морфина и так далее, в этом экспонате, это буквально мы приняли неделю назад, и постоянно на такие причудливые, интересные экспонаты появляются, включая от маленьких и заканчивая, например, хирургический стол, который тоже мы можем получить, например, 50-х или начало прошлого века, да, кстати, вот сейчас мы рассматриваем одну очень интересную, такую полевую, раскладную кровать, которая действительно складывается для лечения больного, она складывается в такой компактной ящище, как когда разбираешь, ну, очень интересная кровать, скоро ее можно будет смотреть на одной из выставок в нашем музее. А какой у вас самый первый или самый старый экспонат? Это, конечно, экспонат от времен профессора, профессора Страдыни, среди них, например, там есть мумия животного, мы думали, что это мумия кота, но оказалось, это мумия птицы, потому что сейчас можно произвести эти томографические обследования и так далее. Это коллекция Страдыни, но я должен сказать, что первоначальная коллекция Страдыни составляет где-то 8, 10 процентов, да, то есть музей в 10 раз за эти годы вырос, пополнился новыми экспонатами. А если мы говорим не о первых, а о самых старых, вот по времени там создания, происхождения? Ну, тогда, конечно, мы, учитывая наш специфик, это костный материал, и, например, у нас имеется черепа с трепанацией, то есть с открытием черепа, которое было приведено или знахарями, или это травматическое, которое действительно датируется трехтысячным веком до нашей эры. Да, это одни из самых уникальных в Прибалтике, таких нет, они довольно обширные, их можно сейчас постоянно на экспозиции посмотреть. А вот мумия, которая находилась в историческом музее, сейчас биржа находится, это вы ее обследовали? Да, они сами обследовали, но мы тоже присоединялись к этому методу, и у меня была выставка визуализации в медицине, то есть о рентгене и так далее, и как раз мы делали совместную такую экспозицию с коллегами из Биржа. Тогда вот наконец-то несколько назад было проверено, кто это, что это за мумия. Ну, с мумиями тоже надо очень-очень осторожно, потому что уже в те времена было очень много подделок. Да, мумификация это распространенное явление, и в миллиардах надо говорить, но есть тоже разные мумификации. Богатые люди могли позволить себе классическое мумифицирование, когда выбирали внутренние органы, за исключением сердца, и ставили в канаптические эти специальные сосуды, потом обрабатывали нейтронгами, через там 40 или больше даже дней опять это все складывали, обволакивали. Но если мы посмотрим на тот же Египет, там же уникальная среда, сухой воздух, ты закопай в песок, так сказать, мертвое тело, и вот тебе будет мумия, потом обмотай. Очень-очень много фальсификатов по миру существует таких мумий. Вот я слушаю, у меня почему-то такой вопрос родился. Как вы относитесь к Мавзолею на Красной площади и вообще к тому, что он до сих пор действует? Да, и ведь это же, помимо того, что это как-то бывшее место поклонения, это же медицинский эксперимент уникальный, можно сказать. Да, там работало очень много ученых, ученые, которые были награждены высшими, так сказать, наградами Советского Союза и позже России, потому что что значит такая консервация и так далее. Хотя это не новое, например, пирогов в Венеции, тоже сохраняется. Это было сделано до него. Но чисто я по-человечески, мне кажется, что тело надо придавать земле, а не держать, как выставочный экспонат. Ну вот как раз противник, то же самое, уверяет, что оно и так под землей находится. Да, я не знаю, как там получается. Потому что я бывал вниз. На ниже уровня земли якобы он лежит все равно. Такое, да. Я, так сказать, в детском возрасте смотрел, я бы не сказал, что на меня это оставило большое какое-то впечатление. Просто говорят, что одновременно вот с Лениным там просто взяли простого какого-то чека из морга и проверяли на нем все вот эти процессы бальзамера, и он до сих пор вот тоже как-то сохранился. Я читал, что существует несколько, так сказать, копий, потому что эта консервация, она очень сложный процесс, и я где-то читал, что даже временами подставлялась другая другая фигура и так далее, или тело. Но это очень много спекуляций, я не думаю, что нам надо развивать эту тему. А вот содержание, кстати, у нас такие жуткие темы, Содержание, содержание Ленина, но вот насколько тяжело, как вы, как вы, это очень дорого, это очень тяжело, это безумно тяжело, там действительно работает настоящий институт, я думаю, что он полузасекречен еще сейчас, но я знаю, что действительно выдающиеся специалисты, профессора над этим работали, особенно в советские времена, это была топ-засекреченная тема, на нее много разрабатывалось, и я думаю, что многим, конечно, приходит в голову, которые уже взошли высоко, тоже может быть мысль, как меня запальзамировать, хотя сейчас больше фантастиков в том направлении, как заморозить, и потом проснуться, когда уже наука разовьется. Это было, кстати, распространено даже и уже в 50-е годы, когда был карибский кризис, когда в 60-е, когда люди боялись будущего, особенно в Америке, но все вот эти эксперименты к реагену, они, как я понимаю, беспреспективно, то есть люди даже, которые успели тогда заморозить, миллионеры, это просто мороженное мясо и все, да? Так, пока остаются, хотя, мне кажется, недавно была какая-то заметка новая, что полетят то ли на Марс, то ли на какую планету, и людей будут не замораживать, а помещать в состояние литургического сна, за счет этого можно уменьшить объем этого космического корабля и так далее, но такие, постоянно такие спекуляции появляются. Ну, у вас же вот тоже было, я понял, у вас был раздел космической медицины, были вот... Ну, есть сейчас, космическая медицина и биология. Были вот, то есть это как бы еще в России, по-моему, такого нету. Я был в них в музее космонавтики, который находится, там довольно скромно все это представлено. Там больше вот антураж вот этих космических станций, скафандр и прочее. Да, но у нас была тема достаточно узкая. Мы действительно рассматривали медицинские и биологические проблемы. Что это значит? Это влияние радиации. Например, как влияет на тебя невесомость? Какие специальные тренажерные костюмы у них имеются на резинках? Потому что в невесомости это все по-другому. Что делать с ректификацией воды? Сколько ты возьмешь воду в космос? Это, конечно, и животные, которые побывали в таком специфическом аспекте и в этом плане коллекция очень уникальная. И в перспективе мы думаем объединить для выставок нашу коллекцию, например, с коллекцией в Вашингтоне космического музея. Это может получиться огромный хороший проект. Ну, правильно понимать, что врывание космоса, врывание в невесомость, оно очень вредно для костного мозга, там вымывается какие-то вещества? Да, это то, что Вы говорите о остеопорозии и таких вещах. Действительно, это все так. Более того, наш музей постоянно посещают космонавтов. Это было всегда. Есть же очень многие космонавты из Юрмала, из Риги. Из Болгарая. Да, действительно, они посещают и они рассказывают. Например, Леонов был в нашем музее, он говорил, так хочется после космоса съесть котлетку, но когда ты ее съедаешь здесь на Земле, после болтания в невесомости, желудок, ну, я не знаю, в каком там состоянии, но у тебя потом такое состояние от этой котлетки, как будто ты съел 10-граммовую гирю, она находится у тебя в желудке. Ну, вот такие ощущения они описывают. Нет, я к тому, что пока-нибудь создал искусственную гравитацию, невозможное покорение дальнего космоса, поскольку невесомость, она как бы очень вредна для... Люди будут невесомостью и будут как бы болеть и вот... Ну, например, с вашим коллегам нас она и соблазняет. Я бы хотел полетать в невесомость какое-то время, да, но жить, конечно, это невозможно. То есть, я думаю, вот это как бы, пока мы не можем бороться с невесомостью, мне кажется, невозможно покорение какого-то космоса. Наверное, мы сейчас себя Циолковскими и Королёвыми уже... Прочитал на вашем сайте, что музей собирает средства на приобретение восковой реконструкции головы основоположника научной анатомии Андреаса Визалия. Да, совершенно верно. Мы здесь заговорили о райнести. На самом деле, я не знаю, за что вы пили 31 декабря, когда открывали бутылку шампанского. Я её выпил тоже за Андреаса Визалиуса, потому что 31 декабря прошлого года ему бы исполнилось 500 лет. Это основоположник научной анатомии. Какая анатомия до этого была? Ну, скрывали там обезьян, свиней, описывали и всё считали, что это один к одному относится к человеку. Визалиус был такой интересный анатом, такой учёный, который, который, может, пренебрегал очень многими нормами, церковными нормами тех времён. Он воровал трупы с виселиц, он воровал трупы из захоронений, производил анатомические вскрытия, что до этого фактически очень мало разрешалось, или там после него в тех же итальянских старых университетах одно-два вскрытия в год было, обычно в зимнее время, летом это не разрешалось. И почему визали? Потому что у нас, конечно, нет много экспонантов о нём, но у нас есть книга его, «De Corpore Humani Fabrica», которая издана в 1555 году, и на основе этой книги мы затеяли целый год мероприятий. Во-первых, у нас была выставка «Фабрика человеческого тела», которая была довольно аттрактивная, может быть, не классическая, там много что можно было посмотреть, пощупать. Затем с вашими соседями из Академии художеств мы проводили конкурс на художник и анатомия. Очень интересные работы появились. К нам приезжали выставки из-за рубежа, и вот куратора одной из таких выставок из Бельгии, это Шантали Паскаль-Польер, это две художницы, которые специализируются на художестве в медицине. Фактически, они очень амбициозные две леди, которые поехали в Грецию, где якобы захоронен Вязалий, но никто ничего не знает, и они ищут его могилу. Сейчас с помощью геолокации и так далее они нашли уже примерно это место, там оказывается сейчас построена гостиница и имеется стоянка, но очевидно в следующем или через два года они эту могилу вскроют, и тогда мы, например, ответим на очень много вопросов, какого роста был Вязалий, например, мы его представляем высоким человеком, но на самом деле есть такие данные, что он был карликом и так далее. Что это за экспонат, который мы хотим покупать? Вы знаете, что существует такая методика, методика, например, Герасимову, когда по черепу восстанавливают как бы изображение человека, какое у него было во время жизни. Такие есть скульптуры в нашем музее, это, например, скульптурное изображение Авиценны или Ибинсины. Здесь совершенно противоположный вариант. У нас имеется одна картина, гравюра Андреаса Вязалиуса, и вот эти две женщины, Паскаль и Шанталь, они с картины, так сказать, с изображения человека создали, как должен выглядеть его череп. Но это научными методами, они работали вместе с судебными медиками, и было создано десять скульптурных таких изображений, которые вы можете видеть на нашем сайте, а вот этот восковой препарат, он, конечно, только один, они согласились, так сказать, продать нашему музею. Это была наша просьба. Цена для такого экспоната не очень большая, они пошли нам на уступку, и сейчас мы собираем пожертвования для этого экспоната, но я знаю, что мы его обязательно купим. А пожертвования можно через ваш сайт? Да, там вся информация, это идет через фонд музея, откройте, уже на первой странице МВМЛВ, вы увидите этот экспонат в различных деменсиях, он вас впечатлит и скоро он, этот экспонат уже находится у нас, его привезли в мае. А когда можно посмотреть? Ну, вы можете приходить уже сейчас, потому что мы его выставляем буквально на этой неделе для обзора. Ну что, мы еще раз приглашаем всех в музей медицины на улице Антония. А сколько будет стоит? Посмотреть на сайте, мне кажется, для взрослых полный осмотр музея где-то 2 евро 76 центов. По-божески, да. Да, вполне. Ну, тогда спасибо вам большое. Я напомню, что гостем утро сегодня был замдиректора музея медицины имени Павла Острадани Юрия Салак. Спасибо, что пришли. Спасибо, спасибо вам. И извините за такие страшилки. Слава утром. Спасибо. Чтобы проснуться.